Армянская Апостольская Церковь сегодня празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Как прошел праздник и что общего между Софией Киевской и Армянской Диаспорой Украины, об этом в нашем материале. Покровская Церковь на Подоле. Участники Союза Армянской Молодежи Украины пришли помолиться Пресвятой Богородице. Признаются, это место выбрали не случайно. Была церковь армянская, которую сожгли. И она называлась Рождение Богоматери. Решили в этот праздник посвятить это место, где была наша церковь, и помолиться Богоматери, чтобы она всегда ходатайствовала за нашу молодежь, за нашу страну, за ту страну, в которой мы сейчас живем в Украине, и за всех христиан. После молитвы члены Союза Армянской Молодежи Украины возложили цветы к мемориалу, которые воздвигли на месте сгоревшей армянской церкви. Приехали со всех уголков страны. На сегодняшнее мероприятие приехали представители из разных городов. Все являются председателями своих молодежных организаций в своих городах, армянских молодежных организаций. Для нашей молодежи очень важно помнить и чтить такие даты. Мы организовываем это регулярно. В Киеве была довольно большая вирменская община, не только в 14-м или позже столетия. И в Софийском соборе мы можем их прослежить от уже 11-го столетия. Изучение истории и культуры армянской диаспоры – одна из главных задач Союза Армян Украины. Сотрудничает он и с национальными музеями. К примеру, недавно совместно с историками заповедника София Киевская провели круглый стол. После того, как армянский храм сгорел, был уничтожен, точно неизвестно. Армяне вынуждены были прийти и попросить митрополита, чтобы получить разрешение проводить богослужение именно вот в этой части. В пределе армянском существуют армянские граффити. 16-го, начало 17-го столетия, которые четко фиксируют тот факт, что в этом пределе существовали армяне. Такие мероприятия необходимы для развития национальных музеев, уверяют работники заповедника. Кроме того, подобные встречи помогают более детально исследовать культуру армянской диаспоры и ее происхождение. В союзе армян Украины обещают, что подобные обсуждения станут традицией. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.